Вы сегодня написали, и до сих пор у вас висит этот, как заглавный пост на вашей странице, что сегодня... Это заглавная ваша программа. Ну хорошо, наша программа, но до этого на протяжении 8 часов висел пост. Сегодня Дадон начал процедуру захвата Конституционного суда. Что конкретно произошло сегодня? Значит, пиарщики из штаба Игоря Дадона, его советники, написали абсолютно бредовый документ обращение в Конституционный суд, который подписал другой судья Конституционного суда, тут я его имя назову, Владимир Иванович Туркан. Оно сегодня весь день, это заявление лежит в Конституционном суде. Его не регистрируют, но он с 10 утра уже находится в Конституционном суде. Значит, я проконсультировался с разными юристами, экспертами, в том числе по Конституционному праву, которые говорят, что нет процедуры, чтобы как-то в суде, потому что до меня вчера донеслось, как бы, что в одном из судов Кишинева будут оспаривать какое-то решение Конституционного суда. Говорят, Ренат, как бы сегодня ни пытались изнасиловать молдавское законодательство, это сделать невозможно. Оказывается, схема немного другая, что то, с чем обратился сегодня Владимир Иванович Туркан, значит, будет отклонено Конституционным судом. Он обратился в Конституционный суд. Да, он обратился в Конституционный суд. Он обратился в Конституционный суд. А что конкретного попросил? Послушайте, дайте мы сейчас, тут нужно немного подождать, что он конкретно просил, но когда человек заведомо просит то, в чем ему откажут, а это как формально для чего? Для того, чтобы он мог обратиться после этого в Куртия-Диапел Кишинел с просьбой принять решение по отказу, который он получит от Конституционного суда. Где опять же я сейчас переговорил, говорит, Рина, слушай... Вы хотите сказать, что, к примеру, он обратится в Куртия-Диапел, и Куртия-Диапел, к примеру, приостановит решение Конституционного суда или что? Значит, Куртия-Диапел должна будет высказаться по тому отказу, который придет на то, что сегодня принес в Конституционный суд Владимир Иванович Цуркан. Дайте мы эту тематику, сейчас не будем на ней заострять внимание. Но почему вы называете это захватом? Мало ли с чем обратился Владимир Цуркан в Конституционный суд? Когда вчера я сижу, слушаю то, что вам подтвердили сейчас в прямом эфире 5 минут назад, да, то есть я слышу про то, что там, ну, например, Додон стонал до вчерашнего дня, Куртия-Диапел, Куртия-Диапел, потому что он очень переживает еще за одно решение Конституционного суда, которое, как бы, Додон опасается, что оно будет седьмого. Додон считает, что он единственный, кого устраивает досрочный выбор, в случае, если они будут иметь место, по смешанной системе. И там есть запрос Александра Слюсера. Там запросы целого ряда, целого ряда, да, в том числе и партии социалистов. И вы поймите, когда я сижу в выходные дни, я, как бы, ну, должен отдыхать вместе со всеми людьми, и у меня телефон просто не останавливается. Слушай, он там нервничает, сходит с ума, это там пятница, суббота, касаемо вот конкретно этого решения, что в случае досрочных выборов его устраивает смешанная, вот такая, что значит его устраивает, это ему подходит. Он что, с ума сошел? Ну, то есть, и я не могу пропускать такие вещи, так же, как я вчера не мог не среагировать. То есть, то, что прижали к стенке одного из судей и запугали каким-то абсолютно вымышленным, грязным уголовным делом, и это вам пять минут назад подтвердили, это не захват конституционного суда. То есть, и когда я вижу, что все эти мероприятия, они все ведут к одному, Наталья, логическому завершению, понимаете? Хотят снести домнику Маноли с поста председателя конституционного суда? Я думаю, что им не столько нужно снести именно домнику Маноли, но вы поймите, а почему только за четырьмя судьями конституционного суда велось наружное наблюдение, одним управлением Центра по борьбе с коррупцией, и другой оперативно занималась там разного рода провокациями. То есть, значит, двоих они считают своими, а четверо из них были в списке врагов. И я провожу огромную работу на эту тему, и я думаю, что в ближайшие дни будут результаты, которые не понравятся ни Дадону, ни тем, который занимается этой незаконной деятельностью, можете быть уверены. Я могу вам сказать, что я на днях проводила эфир на радио Европа Либера, и я спрашивала конституционщиков, что будет означать ситуация, в которой будет три на три голоса, к примеру, по российскому кредиту или, к примеру, по смешанной системе. Это будет означать, что российский кредит вступает в силу, либо смешанная система будет использована во время досрочных выборов. Три на три. Да, ну так и то, что Дадон сегодня к этому рвется, это уже, как бы, знаете, вся страна. Понимаете? Вы поймите, ведь сигнал о том, что на них оказывается давление, за ними там следят, это же информация появлялась раньше от других там оппозиционных политиков и так далее. То есть, и вы поймите, те же самые люди фактически, которые работали при Плохотнике, они, те же люди, как бы, работают и сегодня. И сегодня я обращаюсь ко всем настоящим офицерам, которые нас смотрят, неважно, будь они сотрудники СИБА, там, других силовых ведомств. То есть, ребят, вы сядете, потому что вас бросил всех на произвол судьбы Плохотнюк в свое время, и это все почувствовали, и многие на себе это чувствуют сегодня уголовно. А вы это на себе почувствуете вдвойне, поэтому не занимайтесь рудой. А те настоящие порядочные офицеры, которые есть, я считаю, не надо выходить на Рената Усатова. Есть возможности сегодня зарегистрировать какой-то левый там телеграм-канал, страницу в фейсбуке, и выкладывайте туда всю эту информацию, потому что выкладывая эту информацию, они же для чего делают? Для того, чтобы им отменили задание. Они же вот понимают, что незаконно работают за конституционными людьми, они правильно все сказали. То есть, если они сливают информацию, то появляется скандал в прессе? Нет, есть скандал, и их снимают. То есть, невозможно после шума, как бы, продолжать ту или иную незаконную деятельность. По сигаретам я только на одном из телеканалов показал информацию, прибежал перебинтованный, ошпаренный из дому директор службы информации и безопасности Исауленко, который делал не усатую о документе или что-то такое, и так далее. А 55 миллионов сигарет в марте время, пока весь мир говорит про коронавирус, пандемию, оппозицию, власть, то есть люди как бы делают свое дело. И кто конкретно этой схемой занимается? Я выйду в ближайшее время. Я вышел с первой частью информации. Дайте доработать, иначе сейчас нарушим. Но среди фигурантов есть депутаты, действующие в Молдавском парламенте. Спасибо. Спасибо.